Приветствую вас, вы на канале AndroNews, а это актуальные новости из мира технологий за последнее время. Присаживайтесь поудобнее и готовьтесь потратить пару минут вашего времени на что-то более полезное, чем... что-то не полезное. Но перед этим я хочу вам напомнить, что на нашем канале сейчас проходит розыгрыш смартфона OnePlus 5T. Прямой эфир состоится 29 декабря, поэтому не пропустите данное событие, участвуйте, и, в общем-то, вся детальная информация будет в описании под этим роликом. Начну я с самой горячей новости этой недели и посвящена она компании Apple. Если вы хотя бы немного интересуетесь тематикой, вероятнее всего слышали о том, что компания Apple искусственно занижает частоты процессоров на старых устройствах, и сейчас это уже не просто слух, компания Apple официально подтвердила эту информацию. Вот как все это происходило. Официальный комментарий Apple звучит так. В периоды пиковой нагрузки литий-ионные аккумуляторы в старых iPhone уже не в состоянии справляться с нагрузкой, что может привести к полному отключению устройства для защиты электронных компонентов. По сути, Apple встала перед выбором. Либо внедрить алгоритмы снижения производительности при наличии признаков деградации батареи, либо столкнулся с масштабными обращениями в сервисные центры с просьбой заменить iPhone по причине его частых выключений. Ну и разумеется, компания Apple выбрала первый вариант, как наиболее выгодный для себя. Ведь, допустим, вяло работающий iPhone 6s подталкивается владельца на то, чтобы он заменил этот смартфон на более новую модель. И в итоге компания Apple получит дополнительную прибыль. Но, конечно же, эта ситуация, мягко говоря, не понравилась многим пользователям, и они начали подавать иски в суд на компанию Apple. Один из исцов подчеркнул, что решение компании из Купертино не было согласовано с пользователями. В иске также заявляется, что Apple использует функционал замедления устройств в первую очередь в качестве уловки с целью принуждения покупателей приобретать новые айфоны каждый год. От Apple требуется выплатить всем пользователям компенсацию, размер которой не уточняется, и удалить из программного кода iOS функцию, отвечающую за снижение частот процессора. Также стало известно о существовании второго судебного иска, в котором Apple обвиняется в, цитата, неэтичной, аморальной и обманчивой стратегии замедления старых моделей своих смартфонов. Обе жалобы уже приняты к рассмотрению. Думаю, если хотя бы кому-то из заявителей удастся выиграть суд, то подобных исков будет становиться все больше и больше. Посмотрим, чем вся эта ситуация закончится. Тем временем, буквально пару дней назад, компания Samsung показала свои новые устройства среднего класса, Galaxy A8 и Galaxy A8 Plus. Ранее я не обращал внимания на подобные устройства, но с недавних времен я понял, что некоторые люди до сих пор предпочитают устройства из этой линейки, а не, допустим, флагман из Китая. Давайте вкратце пробежимся по основным техническим характеристикам устройств. Оба смартфона получили широкоформатные дисплеи с соотношением сторон, как у Galaxy S8. Диагонали разные. За работу девайсов отвечает чип среднего класса от Samsung, Exynos 7885. И это снова указывает на то, что аппарат вряд ли подойдет игроманам из-за видеоускорителя от Mali. Главный упор сделан на фронтальную камеру. Это первые смартфоны от Samsung, которые получили два модуля на лицевой панели. Если вкратце, появились новые режимы съемки, в том числе и портретные, с размытием заднего плана. Модули NFC есть, аккумуляторы средней емкости. Официальные цены пока что не сообщаются. Если смотреть на прошлый год, они должны стартовать минимум с отметки в 500 долларов. Если у меня все получится, то я сделаю обзоры этих смартфонов уже в конце этого месяца. Ну и если вам нравится эта идея, то поддержите меня пальцем вверх под этим роликом. Не забыл я и о нашей с вами, любимой компании Xiaomi. Не так давно в сети появилась информация о новом фаблите бренда Mi Max 3. Если верить инсайдерам, то модель будет соответствовать всем современным трендам рынка. Его диагональ увеличит до 7 дюймов, при этом габариты станут меньше, чем у предшественника. Этому поспособствует широкоформатный дисплей с соотношением сторон 18-9. За работу этого гиганта ответит процессор либо Snapdragon 630, либо 636. Возможно, будет и старшая версия с Snapdragon 660. Емкость аккумулятора будет не менее 5000 мАч. Ожидаемое время анонса – весна 2018 года. Многие могут сказать, да зачем вообще нужна эта лопата. Но я вас удивлю, что, допустим, Mi Max 2 продается до сих пор, и он очень популярен, несмотря на свои здоровенные размеры. Ну и если мы уже заговорили о компании Xiaomi, в сети не так давно появилась информация о стоимости на грядущий флагман Mi 7. Сео-компании Лей Цзюнь сказал, что ценник будет стартовать с отметки 380 долларов. Ожидаемые технические характеристики смартфона у вас перед глазами. Надеемся, что новинка будет действительно удачной. Поживем – увидим. Смартфоны OnePlus сейчас на слуху по всему миру, и некоторые уже сейчас задаются вопросом, когда будет анонсировано следующее поколение. Сегодня на одном из китайских источников всплыла информация о том, что OnePlus 6 будет представлен раньше времени. С чем связана спешка, не указывается. Но источник утверждает, что в середине марта 2018 года нас ждет премьера OnePlus 6, а его продажи начнутся уже к концу месяца. Возможно, компания торопится выпустить очередной свой флагман раньше срока, чтобы составить конкуренцию тому же Xiaomi Mi 7, чей анонс может пройти в марте-апреле следующего года. В любом случае, я уверен, что производитель не хочет пропустить волну хайпа, связанную с процессором Snapdragon 845. Насколько данная утечка кажется правдой, узнаем буквально через три месяца. Ну и под конец этого выпуска мы поговорим действительно о важном. Вы знаете, все эти новые смартфоны ничто по сравнению с реальным технологическим прорывом. Они похожи друг на друга, заимствуют различные фишки друг у друга, технические характеристики и так далее. Но у них всех есть одна общая проблема – уязвимое стекло. Но эта проблема скоро окажется в прошлом. В Японии разработано специальное стекло, способное самостоятельно восстанавливаться после повреждения. Японцы разработали новый вид материала, способный без постороннего вмешательства заживлять царапины и даже глубокие трещины. С самого начала ученые не планировали разрабатывать новый вид стекла. Перед ними стояла задача по созданию уникального клейкового вещества. Но в процессе лабораторных исследований что-то пошло не так. Это, конечно, забавно. И в ходе экспериментов полученный материал неизменно твердел, превращаясь в своего рода стекло как внешне, так и на ощупь. После сильной деформации стекло возвращалось в исходное состояние, что и подтолкнуло ученых к дальнейшим исследованиям уже в новом направлении. На текущий момент разработка технологии продолжается. И промежуточным результатом стала возможность разломить стекло пополам и затем снова сделать его единым целым путем соединения двух половинок с небольшим усилием длительностью около 10 секунд. Что я могу сказать? Повезло. Хотели сделать какое-то клейкое вещество, в итоге сделали какое-то стекло с регенерацией. Пока что ни о каком коммерческом использовании речи не идет, но я думаю, что в будущем это все вполне реально. Ну и перед тем, как завершить этот выпуск, я хотел бы поговорить о грустном. Технологии это, конечно, хорошо, но никогда не забывайте о технике безопасности. Вчера в Москве умер человек, играя в какую-то игру со шлемом VR. Вот так просто одел шлем, оступился, упал на стеклянный стол, получил многочисленные порезы и скончался на месте. Вот так. Пожалуйста, будьте осторожнее. Но это были актуальные новости из мира технологий за последнее время. Ставьте пальцы вверх для того, чтобы поддержать наш проект. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Продолжение следует...